Валерий из Асулу спрашивает, так как же разделить между действительностью и сном? Потом написано об этом, что мы были как во сне. Это мы раскрываем. Потом, не сегодня, не сейчас. Как ты чувствуешь, что это сон, если ты спишь? Через несколько минут будильник звонит, и ты почувствуешь, что ты спал. И во сне ты держал микрофон, и спрашивал меня, и так далее. Кто тебе сейчас может сказать, что это сон или не сон, если ты спишь, видишь сон? Так именно об этом и вопрос. Я думаю, что это имел в виду Валерий. Где основа? Как вы сказали, что вся действительность не существует. Когда ты достигаешь истинной реальности, тогда ты видишь, что она истинная. Так же, как видел прежде, что это сон. И об этой истинной реальности я могу сказать, что, а может быть, она тоже сон, который я потом раскрою? Может быть. Может быть. Только я всегда говорю о разнице между вещами. Вот это высказывание, что действительности не существует, что всё здесь сон. Что я, как ученик Каббалы, могу взять для себя, какой вывод я могу для себя сделать? Сменить своё восприятие реальности. Выйти из себя и увидеть истинную реальность, а не то, что ты воображаешь внутри себя, как сейчас. В нынешнем восприятии реальности мы говорим, что это та реальность, которая рисуется в разуме и в чувстве твоём на том экране, который стоит в задней части головы и так далее. Это реальность воображаемая, её не существует. Но ты чувствуешь некое малое свечение снаружи, скажем так, относительно твоих внутренних свойств. И тогда твои внутренние свойства, вот это свечение, то есть так они её как-то читают, как какой-то мир, как какую-то реальность. Ты в своих свойствах рисуешь внутренний мир себе. Вне тебя нет ничего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!